Тараканы и очень неприятный запах – это то, с чем можно столкнуться уже в подъезде дома номер 2, корпус 2 на улице Старореченской. Как говорят местные жители, их сосед из 42-й квартиры на протяжении нескольких лет приносит мусор к себе домой. Тут можно встретить самые различные предметы – от скопления микроволновок, остатков еды до детских и женских вещей и шляпы для пчеловода. В этом году соседям удалось добиться вывоза мусора из этой квартиры с помощью родственников проблемного соседа. Просто попросили сына вывезти 8 КАМАЗов в марте месяце. Ну вот и сейчас опять там уже 8 КАМАЗов. Все несет с помойки, все тащит. Отсюда тараканы и вонищи. Мы живем как на свалке. Недавно через суд жильцам удалось добиться выселения Александра Дорофеева из квартиры, которая, по словам жильцов, была выдана ему когда-то заводом. Теперь это муниципальная собственность. Сам Дорофеев получил другое жилье, однако он продолжает приносить мусор в квартиру, на которой уже больше года нет замка. Ключей от подъезда у гражданина также нет. Как он проникает в подъезд, никому неизвестно. Он приходил несколько дней назад, звонил в домофон, просил открыть, но я ему не открыла. Также приходили судебные приставы, листочек ему оставляли. Мы ему передавали листочек, то есть не конкретно ему, а в дверь ему положили. Не знаю, видел он его или нет, но суть была в листочке написана, что об его выселении. Жильцы хотят только одного – избавиться от Александра Дорофеева. Они говорят, что он ведет аморальный образ жизни, а все тараканы и запах проникают к ним в квартиры. Он навсегда бродяжничал. Уже в течение трех лет, как жена погибла, он вообще весь спился, не работает. Еще плюс животных водит. Он собачек, кошечек приведет, бросит их, закроет их и уходит. Они скулят. Ни одна из инстанций пока не приняла меры по пресечению проникновения Дорофеева в его бывшую квартиру. Сами жильцы уже не знают, куда обращаться. Я бы посоветовала соседям обратиться в администрацию города, поскольку эта квартира является муниципальной. И здесь необходимо, конечно, поменять ключи, перекрыть доступ бывшего квартиросъемщика в такую квартиру и дальше уже как-то расчищать вот эту территорию. По сути, Дорофеев в настоящее время нарушает закон, посещая эту квартиру. Жильцы могут в следующий его визит вызвать полицию для того, чтобы зафиксировать этот факт. Здесь будет уголовная статья. Уголовное наказание можно поднести, поскольку он совершает преступление. Это проникновение, незаконное проникновение в жилище, поскольку есть судебное решение, по которому он уже не проживает в данной квартире. Однако застать бывшего соседа людям непросто. Они говорят, что свои проникновения в квартиру Дорофеев в основном осуществляет ночью. Стоит сказать, что существуют более кардинальные меры для того, чтобы люди оградили себя от бывшего соседа. Психиатры характеризуют такое накопительство, как у Дорофеева, как одно из видов психических расстройств. Такое патологическое, несистематизированное собирательство, в основном неиспользуемых вещей, называется хординг. Если у вас появились тараканы, запахи и так далее, Роспотребнадзор. Если вы боитесь, что возникнет пожар или еще что-то, что не так редко встречается даже в нашей Рязани, это МЧС. Если человек нарушает каким-то образом и ведет себя уже не совсем адекватно, ругается и так далее, для этого у нас есть полиция. На основании вот этих, скажем, исследований жильцы могут составить коллективное письмо уже в официальную психиатрию, которая даст этому ход, потому что мы не можем никого без оснований на то поместить в психиатрическую больницу. То есть у нас тоже есть определенные законы, которых мы придерживаемся. Теперь многие люди жалеют, что купили квартиру в этом доме. Однако сдаваться соседи не собираются и готовы принять все меры для восстановления чистоты в своем подъезде. Они надеются, что 42-ю квартиру приведут в порядок и там появятся чистоплотные соседи. В данный момент они уже обратились в прокуратуру. В свою очередь нам сообщили, что вопрос взят на контроль управлением энергетики ЖКХ. Доступ в квартиру будет закрыт, а управляющая компания обещала следить за целостностью замков. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».